Всем привет дорогие друзья, с вами Макс и сегодня я бы хотел вам показать iOS 7 GM. Сегодня мы посмотрим на отличие от бета-версий. Поехали! Сейчас на моем iPhone 4 установлено iOS 7 GM. Давайте разберем какие-то отличия от бета. Во-первых, появились новые обои. Именно стандартные. Apple их много добавила на самом деле. То есть они красивы более-менее, но есть претензии. Во-первых, Scrolling. На GM эта версия не очень уж похожа. Нажала она обоину и она очень долго появляется. Тоже такая претензия на самом деле. Нажмем установить. Отпустим оба экрана и она опять же долго исчезает. То есть еще с каким-то лагом. Все подлагивает. Все не очень здорово на самом деле в этом плане. Также в обоях, если у вас будет iPhone 4s, iPhone 5, то у вас здесь будут еще живые обои. И они тоже обновились. Там теперь много цветов разных. А так больше ничего здесь не изменилось. Так звуки. В звуках появилось много новых рингтонов. То есть их много. Давайте послушаем. На самом деле у меня далеко микрофон стоит. Сейчас от iPhone не думал, что вам будет хорошо слышно все, но давайте еще. Субтитры делал DimaTorzok И вот так же есть вкладка классический, где в принципе, по-моему, все стандартные. То есть, да? Да, все стандартные. Вот. Всем нам знакомый рингтон. Лично у меня всегда стоял и на iOS 6 и всегда. Так. Ну вот тут еще звуки предупреждения. Их полно. Но мы не будем все смотреть в принципе. Действительно изменилось много звуков. Давайте еще вам покажу один нюанс. Смотрите. При блокировке. Давайте я поднесу микрофон поближе. Надеюсь, получится. Так. У меня, по-моему, звук на минимум убавлен. Появляется такой звук эхо, что ли, скажем так. Давайте я поближе поднесу к микрофону, а то не думаю, что вы услышите на чес. То есть, а при разблокировке никакого звука нет. То есть, он исчез, скажем так, вообще. Не очень радужно, на самом деле. Но вот с таким эхо появился звук. Так. Что еще мог сказать? Работает сама система поплавнее, чем бета 6, конечно же, на iPhone 4 намного. Но вот это релизная версия iOS я не могу назвать. У меня язык просто не поворачивается для iPhone 4. То есть, все подлагивает где-то в каких-то местах. Но вот что меня Apple удивило, если вы смотрели установку этой самой системы, я об этом сказал. Давайте я покажу. Так. Сейчас. На iPhone 4 появилась более-менее какая-то прозрачность. Надеюсь, вам она видно. То есть, вот прозрачность. Она есть. Она не такая сильная, как на других устройствах, но вообще как я слышал, на каких-то устройствах лучше стало, на каких-то похуже, наоборот. вот в Unification Center камера, наверное, не передаст, но прозрачность есть. Так, и даже есть, но еще и яркость я поняла. Но там есть прозрачность, но просто при таком освещении не видно особо. То есть, больше стала прозрачность, намного по сравнению с бета-6. Всякие вот эти штуки типа Control Center тоже поплавнее стали выскакивать, но иногда вот на Cation Center выскакивает с таким неприятнейшим лагом. Это иногда не очень приятно. Вот смотрите. Сейчас мы еще раз выделим. Вот там был лаг, но не знал, увидели бы. то есть еще остался один лаг такой неприятный. Смотрите, я захожу в погоду, допустим, зажимаю пальцем быстро, у нас меня выбрасывают на рабочий стол и раз и обратно. И так во всех приложениях то есть работает практически давайте какое-нибудь стороннее, ну допустим другбокс откроем. Зажимаем. Папочка. Попытаемся что-нибудь сделать. То есть можно удалять здесь что-то допустим нажимаем на кнопку Home. Уходим с партнером. То есть вот такая на бете 6 этот был лаг, я думала исправить с джем, но нифига. То есть на самом деле да и меня всегда этот лаг бесил в бете 6 потому что так зажмешь случайно палец и все выбрасывается так из приложения непонятно что куда. но если это будет в релизной iOS 7 это вообще будет просто не знаю. Я просто не буду наверно вновляться не знаю. что еще интересного здесь на iPhone 4 но сама система конечно плавнее стала работать то есть вот это перелистывание жутко лагало в бете 6 на iPhone 4 сейчас все более-менее приятно сделали Spotlight в лучших традициях тормозит но на iOS 7 он намного больше тормозит кстати чем на iOS 6 я вам это однозначно скажу ну и какие еще можно что еще можно сказать ну опять же вы могли видеть да какие-то лаги есть так ну что на этом все так iOS 7 GM советую ее поставить ну в принципе сегодня уже 14 число осталось 4 дня до релизной версии я сейчас кстати буду а хорошо что вспомнил еще одну претензию к iOS 7 GM по сравнению с той же бета 6 она жрет батарейку нереально вот чисто просто нереально он iPhone не может прожить просто день и вот при достаточно среднем использовании то есть если на iOS 6 он у меня живет по 2 дня по 3 возможно даже просто батарейка замечательно все работает то в бета 6 у меня живет часов 5 и бета 7 GM извиняюсь GM ну GM кстати как раз мне кажется что тянет на бета 7 не тянет это на goldmaster просто не тянет то есть даже в бета 6 кстати так батарейка не разряжалась она тоже быстрее разряжалась чем на iOS 6 но вот как здесь разряжается батарейка это просто нереально то есть ну это реально просто доставляет дискомфорт просто знаете как-то ну не очень а так в принципе система плавно работает пишите если вы тоже обновили свой iPhone 4 до GM версии или 4s 5 неважно любое устройство как оно у вас там ведет себя опять же есть на канале урок как установить эту самую GM посмотрите обязательно ссылочка в описании а так всем спасибо что смотрели ставьте лайки комментируйте подписывайтесь что это вроде все да подписывайтесь еще на каналы моих хороших друзей факторы X-Time и Game Apple Pro у них очень много интересного будет скоро на каналах творится скажем так ссылочки на их каналы будут в описании всем спасибо что смотрели ставьте лайк пока субтитры